я хочу сегодня провести на в форме живого общения я хочу сегодня обсудить с вами определенные вещи и просто чтобы мы поняли как как мы двигаемся какой у нас сейчас статус где мы находимся потому что все-таки в этом году много чего произошло и я хочу чтобы вы понимали сегодня все возможно взаимосвязи между там происходящим про из произошедшим и ожидаемым в будущем что что ждет нас ближайшие 36 месяцев мне кажется это самая важная сейчас информация которая должна быть у каждого из наших партнеров голове и так как этот вебинар записывается я думаю что так оно и будет что у каждого человека в конце концов это понимание придет давайте я переключусь коротко игорь немножко мне здесь про про ассистирую потому что я нахожусь на на ипаде работаю поэтому сейчас я работаю без видео хочу потому что показать whiteboard в первую очередь я конечно я сейчас секундочку до камера включилась я конечно и побрит и двигаться во всей во всей красе но здесь у нас сегодня просто немножко другого формата формата мероприятия так смотрите значит что у нас вообще происходит сейчас на рынке да у нас на рынке сейчас происходит следующая вещь что за счет того что вот в глобальном мире происходят такие серьезные изменения которые влияют и на рынок акций и на рынок ресурсов на нефть до увидели нефть с нефтью что стало с ценой и на курсы валют увидели что он с рублем стал практически со своими валютами что происходит но в принципе по всем странам идут забастовки закрытые границы достаточно много всего что происходит вокруг нашего комьюнити вокруг на вокруг нас в мире и это не может не сказываться и на на всем на всем бизнесе в целом частности конечно же на криптовалютном мире опять же мы должны понимать что все что происходит это всегда временное явление не происходит навсегда на если это никакая глобальная мировая война то в принципе это вопрос там полугода года когда все все какие-то действия они заканчиваются и ваш политический экономический кризис не кризис все это именно взаимосвязано и как простите пожалуйста мне покажи нам наш кой марки к давайте с него начнем у нас есть достаточно я думаю горячие вопросы я хочу чтобы мы в детали погрузились и и заимели понимание что вообще с чем взаимосвязано как это влияет на наше развитие на нашу скорость на нашу стратегию и вообще влияет ли и что нам ждать ближайшие три или шесть месяцев и у тебя есть возможность показать экран кой марки к по да добрый день всем добрый вечер одну секунду ну хорошо значит нету я такой возможности или есть одну секундочку открывает да смотрите давайте чуть-чуть здесь заострю внимание смотрите что у нас важно у нас здесь важные показатели которые влияют на весь рынок и на те наши на с вами монеты дело в том что я заострю здесь все внимание значит у нас с вами ранг 253 253 ранг 253 у нас сейчас circulation supply circulation supply у нас с вами 5 миллионов монет total supply нам не важен маркет кэп значит маркет кэп у нас с вами 27 миллионов 27 миллионов юизе теперь давайте посмотрим рыночные пары значит у нас есть значит у нас есть цены по 5 какая-то там большая 556 556 евро и у нас есть по 22 объема самая маленькая какая-то 209 209 209 самая маленькая дальше у нас присутствует много много рынок и площадок которые сейчас еще добавляются сейчас эти бтц дня на день должны нас залить чем как они нас не могут зависеть обещают каждый день там чейнджили и к ним еще про площадка сейчас и добавится мы не можем пока разглашать подписан час контракт достаточно она и самых крупных российских площадок добавится там тоже как как биржа но не суть с этим давайте разберемся с этими показателями которые сейчас наверно все равно многих беспокоят и вообще которые многие обращают внимание и как выделение проповой борт мой я сам как помогу это вернуть могу ну все отлично так смотрите у нас самое важное самое важная вещь которую мы с вами когда мы запустили проект платинкой в далеком-далеком уже далеком до 17 но шестнадцатом году в семнадцатом году мы запустили продажи мы сказали что наш куб значит что наш курс вами он должен идти лестничка интересно такая лестничка мы с вами запустились по что она такая здоровенная эта линия по 0 одному потом у нас шло там 123 интересно такой карандаш сейчас подождите 4 и по нашему курсу 5 и вот мы сейчас здесь остановились но мы видим с вами что у нас есть биржи для у нас разделился рынок точнее мы сами его разделили это очень важно что наш рынок разделили разделен на две части один у нас free а другой у нас фиксы прайс стоит фиксированной один у нас свободный как в котором мы видим курсы там 2 0 9 2 5 Почти 3 Не важно И фиксированный Который у нас в принципе идет 5.45 5.56 Это сейчас та ситуация Которую мы видим на рынке У нас в чем Здесь преимущество У этого рынка У свободного У него не ограничены Вот И вывод во времени Он как бы Он моментальный Реальный какая-то Есть сумма, есть какая-то стоимость Туда заводим Быстро выводим Все как у настоящей криптовалюты Все как у биткоина Как у эфира и тому подобное Но в чем разница Допустим Давайте возьмем 2018 год Возьмем биткоин Битиси И этот биткоин стоил тогда 16 16 тысяч Долларов 16 тысяч долларов Сейчас Мы если возьмем Реальный рынок То у нас биткоин Вот он Сейчас возьмем Это у нас сейчас 2020 20 Ну давайте 2019 Биткоин упал На 3000 Долларов И Сейчас 2020 Он сейчас Находится На Сколько там 8 Тысяч Долларов И Понятно Что С 3000 До 8000 Да Это просто Какие-то Сумасшедшие Баснословные Проценты Но проблема Вся в другом Что Рынок криптовалют Он же не В 2018 Году Появился Появился 2019 Или Сейчас Только Зародился И вот Мы все Пишем Плюсы Дело В том Что Даже Я Сам Покупал По 16 Тысяч Доллар И Здесь Сейчас Вопрос Где Я Могу Покажите Мне Хоть Одну Площадку Где Я Могу Продать Биткоин Хотя Б Одну Не Не Важно Где Я Могу Продать Биткоин За Те 16 Тысяч Долларов За Которых Я Купил Вот Где Эту Площадку Взять Я Говорю Что На Рынке Такой Площадки Нет Вы Можете Продать Или За 3000 Или Могли Продать За 3000 Или За 8000 Плюс Минус На Какой Но За 16 Тысяч Я Должен Ждать Получается Что С 2018 Года Я Жду Уже Полтора Года Полтора Года Я Жду Чтобы Отбить Хотя 50 Процентов От Того Что Я Положил И Многие Люди На Этому Хайп Зашли Потому Что Все Газетки И Подобные Писали Что Биткоин В этом Году Будет Стоит 50 Тысяч Долларов Минимум Что Бояться 16 Тысяч В чем Отличается Преимущество Наш Наше Преимущество Отличается В том Что У нас Такая Площадка Есть Вот То Чего Нет У Биткоина У Эфира У Дэша Да Хоть У Кого Они Двигаются Чисто В рыночных Отношениях За Что Купил За То Продал Скорость Важна Почему В криптовалюте Важна Скорость Потому Что Завтра Курс Может Упасть Поэтому Поэтому Такая Паника На Этой Да Особенно Все Проекты Которые Работали На Биткоине Они Приучили Наших Сетевиков Наших Лидеров К тому Что Мгновенный Должен Будь Вывод Моментальный Все Нормальные Компании Выплачивают Раз в Месяц Ну Раз в Две Недели Да И Это Нормально Если Ты Нормальной Компании Не забираешься Завтра Закрываться А Так Как Многие Сетевики Работали На Высокорискованных Проектах Которые Мог Закрыться Каждый День Конечно Для Них Вывод Моментальный Это Жиль Смерть И Подобно Потому Что Если Сегодня Я не Вывел Завтра Компания Закрылась Значит Я Все Потерял И Это Вошло Немножко В культуру Сетевого Бизнеса Потому Что Все Так Волатильность Очень Сильная И Проектов Смертность Очень Высокая Поэтому Сетевиков С земли У Сетевиков Которые Работают С продуктовых Компанией Они Не знают Мгновенных Выплат Их Просто Нет Ни Одна Компания Продуктовая Не Выплачивает Мгновенно Мне Такие Не Известны Раз В Неделю Два Раз В Неделю Раз В Месяц Или Еще Что Происходит Выплат Вот Не Суть Важна Что Конечно Здесь Карандаш Такой Новогодний У меня Прям Новогоднее Настроение Поднимается Круто Теперь Смотрите Что Создает Платин Коин Почему Мы Уникальны На рынке Потому Что Мы Вот Этим Своим Предложением Вот Этим Вот Там Где Мы Зафиксировали Курс Где Улыбочка Там У нас Есть Место Где Можно Продать Монету За Фиксированную Цену Точнее Не Меньше Чем Вы Чем И Чем Она Была Когда Куплена Или Получена Или Добыта Неважно Не Меньше Опять Ж Я Должен Скать Что Эта Модель Противоречит Всем Законам Крипторынка И Ее Просто Невозможно В Таком Волатильном Рынке Сделать Чтобы Ее Сделать Нужны Очень Сильные Инфраструктурные Проекты А Все И Причем Инфраструктурные Проекты Или В Очень Сильной Инфра Или В Очень Сильной Системе Да В Конгломерате В Таком Или Все-таки В Одной Руке Потому Что Ну Скажем Так Инфраструктуру Всю Нашу Мировую Держат Там Корпорации Правительства Ну Очень Большие Силовые Структуры Они Все В Принципе Находятся В Каких-то Одних Руках Ну Или В Ограниченном Количестве Проекты В Криптоиндустрии Разрознаны Это Стартапы Которые Друг с Другом Не И 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 Большинство Большинство Них Просто Какие-то Хобби Начинания Но Мы Прошерстили Весь Рынок Толку С Этого Всего Очень Мало Нельзя Невозможно Практически Никуда Прибиться Во-первых Во-первых Своя Тусовка Да Это Круг Избранных У них Своя Тусовка Попробуйте С Коин Маркет Капом Договориться Появилась Страница Которая Никем Не Регулируется Которая Никому Ничего Не Должна Которая Делает Что Хочет Может Забанить Может Зади Листить Может Отфильтровать Вон Как Нас Держат На 257 Месте 53 И А у Них Есть Условия Четка Почему Они Не Пропускают И Ты Пока Его Не Выполнишь Да Ты Хоть Умри Хоть Ты Кто Да И Плюс Еще Конечно Абсолютная Власть На Просто Так Исторически Сложилось Что Коин Маркет Кап Один Из Самых Старых И Признанных В принципе В принципе Ресурсов Но Никого Не смущают Эти Тысячи И тысячи Коинов Коин Маркет Кап Которые Уже Мертвые Уже Не знаю Сколько Лет И Никто И И Никто Тысячи Коинов Которые Вообще Никуда Ничего И Просто Болтаются И Все равно Занимают Почему-то Эти Правила Учитывают Да Вот Мы Двелись Почти Два Года Чтобы Нас Залистили На Коин Маркет Залистили Потом Чтобы Капитализацию Нам Дали Мы Бились Не знаю Там В кровь С ними Хорошо Дали Там Какую-то Мизерную Капитализацию Но Поставили У нас На Тысяча Семьсот Место На Тысяча Семьсот Место Я думаю Ну Хорошо У нас Комьюнити Взорвалась Точно Кто-нибудь У меня Загрызет Но Опять же От нас Это Не зависит Это Просто Есть Такие Структуры Которые Влияют Плюс Это Элитная Тусовка Которая В принципе Через Свои Все Эти Вещи Типа Сего Ио И В принципе Создали Свою Свой Какой-то Рынок И Установили В нем Правила И В принципе Для Них Окей Если Люди Заходят И Что-то Теряют Это Нормально Это Нормальное Понимание Что 80% Должны Кто Пришел Все Потерять Чтобы Другие 20% Кто Умнее Быстрее Давно На рынке Уже Много Раз Потеряли Опыта Подсобираются Крутые Инструменты Чтобы Они Могли Нормально Так Срубить Робосиков А Всех Кто Потерял Аккуратненько Как Они Грят Подстри Гри Хомячков Меня Это Всегда До Боли Убивало Потому Что Несколько Раз Я Тоже Был Тем Самым Хомячком Кого Стригли И Как Бо Я Подумал 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 Посмотри Мы Мы Пытались Долго Играть По Правилам Крипторынка Быть Такими Какими Они Хотят Не Получается Невозможно Потому Что Эти Правила Написаны Для Биткоина Вот Хоть Ты Умри Не Сможешь Ты Побить Биток Потому Что Все Правила Все Монеты Все Они Что Делают Они Утверждают Усиливают Биткоин Биток Падает Все Падают Биток Растет Все Как говорится Батьки Хорошо Все Семье Хорошо Батьки Плохо Все Семье Плохо Вот Ну Вот Такая Вот Зависимость А кто Управляет Битком Непонятно Почему Он Каждый День Падает Почему Он Действительно По Одной Траектории Каждый Год Почему Он Действительно Двигается Как По Заданному Курс Откуда Разные Есть Теории Ну Что Мы Помыкались Помыкались Побились Головой В эту стену Так Нормально Побились Набили Шишек Получили По шее И Все Таки Решили Сделать Следую Мы Решили Уйти От Их Правил Написать Собственные Да Мы Начали Эти Правила Писать Помните В том же 2018 Году Когда Все Упало И Рухнуло Когда Мы Просто Ну Так Со Так Со 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 Но По факту Это Было Одно Из Самых Лучших Совпадений Когда У нас Отвалились Все Биржи И Мы Почувствовали Себя Немножко Свободны Теперь Теперь Следующее Я понимаю Что Биржи Пользователям Нужны Но Выйти Как Новичок Мы Новички Мы Придумали Супер Система Мы Придумали Наикрутейшую Бизнес Модель Лучшую В Мир Но Там Но Там Своя Тусовка Такая Банда Тяжеловесов Биток Такой Крутой Эфир Дэш Рипл Они Такие Все Ребята Подбитые И В принципе Они Все Понимают Что Им Нужно Держать Свои Позиции Попробуйте В Коин Маркет Кап Зайти В Топ 50 Это Ну Я Очень Глубоко Опынулся Зайти Туда Практически Невозможно Опять же Не наговаривание Кого Я просто Говорю о том Какая ситуация На рынке Мы Создаем То Что Другим Не по силу Им Действительно Это не по силу Да даже Не просто Не по силу Они просто Этого Даже Не хотят Потому что Для них Нормально Что Вот та Ситуация Которая Сейчас Рахов На Битхампе Ну Да Два Доллара И Че Это нормально Для рынка Это нормально И нам Не избежать Этого Потому что Когда Биток Идет Вниз Он Слезо Соботен Если Он Если Биток Просел Больше Чем Два Раза Почему Думаете Что Все Другие Койму Не Просядут Больше Чем Два Раза Наоборот Они Просели Больше Чем Два Раза Включая Ну И Нас Тоже Цепляет Нас Тоже Цепляет Свободный Рынок Потому что Он Базируется На Психологии Человека Невозможно Ее Переодолеть Теперь Что Делаем Мы Мы Поступаем Хитро Очень Продуманно И Хитро Мы Говорим Конечно Свободный Рынку Свободному Рынку Нужно Быть И Свободный Рынок Это Прекрасно Это Прекрасно Но Только Знаете Что Давайте Мы Сделаем Так Что Свободный Рынок Будет Не Таким Свободным Мы Будем Играть По Вашим Правилам Но И Свои Правила Писать Будем Тоже Потихонечку В сторонке Что Мы Сделали Мы Сделали Значит Вот Рынок Который Нас Волатильный И Вот Он У Вот Нашим Курсом Нашей Ступенькой И Мы Говорим Вот Сюда Вот Сюда Мы Вообще Не Вмешиваемся Вы Можете Здесь Трейдить Вы Можете Здесь Дампить И Пампить Да Давайте По Другому Вы Можете Здесь Залетать Вверх И Вниз Это Может Быть Расти А Может Падать Здесь Вы Вообще Абсолютно Свободны Здесь Здесь Бесконечно Здесь Вы Свободны Почему Мы Это Делаем Дело В том Что Если Мы Этого Не Сделаем Нас Признают Стейблкоином И Просто Послушайте Нас Признают Стейблкоином Коин Коин Который Стабилен Даже Если Он Растет Если Ты Больше Чем Год Что Остаешься Стабилен Стабильным Ты Получаешь Эти Свойства Стейблкоин Что Сейчас Стейблкоин Происходит Их Хотят Во всем Мире Запретить Потому Что Дискредитирует Доллар Биткоин Который Падает И Поднимается Доллар Не Дискредитирует Нормально Наоборот Доллар На его Фоне Смотрится Хорошо Потому Что На Долларе Ты Не Теряешь 50% На Долларе Ты Стабилен Как Титан И Все У Тебя Хорошо А Биток Ну Что Биток Это Риск А Доллар Красавчик Понимаете Психологический Момент Теперь Поэтому Криптовалюте И Сложно Пробиться Потому Что Против Фиатной Валюты Крипта Проигрывает Своей Волатильности Мы Всегда Будем В Минусе В Этом Пламе Перед Перед Лицом Людей Которые И Так И Немножко Относятся То Что За Этим Будущее Всем Понятно Но В Данный Момент Люди Боятся Собственной Тени К сожалению Всповедить Никто Не знает Что Будет Завтра Какая Судьба Ожидает Их Страну Будет Она Закрыта Будет Ли Еще Что Тих Пугают Прививками С Чипами Чем Только Не Пугают Может Может В этом Есть Что А может И Никто Не Знает Но Это Зависит Только То Что Мы Непосредственно Сами Делаем Значит Мы Говорим Хорошо Вот Ребята Половина Нашего Тела Вот Половина Нас Делайте Что Хотите Это Свободный Рынок Развивайтесь Будет Там Тысяча Евро Вперед Нашего Стабильного Супер Будет Там Евро Тоже Нормально Потому Что Вся Комьюнити Наша Она Идет Строго По Лестнице И Дело В том Почему Это Важно Дело В том Что Справа Всегда Праздник Люди Счастливы А Слева Всегда Практически Расстройство Почему Ну Потому Что За курсом Надо Следить Каждую Ночь Не Спать Не Надо Смотреть Если Реально Кто То Делает Потому Что И Плюс Если На него Смотришь Ты Не Видишь Стабильности Ты Действительно Видишь Что Туда Сюда Швыряет И Ты Постоянно На Нервах Именно Мы Говорим Друзья Надо Успокоиться Вот Это Наша Гавль Безопасности Стабильности И Роста То Что Там Происходит Там Дикий Запад Там Стреляют Там Там Опасно Туда Суваться Нельзя Вы Там Можете Все Потерять Здесь Все Прекрасно Здесь Идет Только Рост И Развитие Никто Никуда Не Торопится Все Развивается Все Растет И Человек Сам Для Себя Выбирает Куда Ему Смотреть В сторону Негатива Или В сторону Позитива Что Такого Позитивного Вообще Но Очень Важно Нету Такого Состояния Как Только Положительно Или Отрицательно Этого Состояния Такого Нет С этим Всем Нужно Что Делать Нужно Работать Работать Что Значит К примеру Курс 2 доллара Вот Просто Я экономист Дипломированный Я вам говорю Что Такое 2 доллара Допустим Представьте Что У вас Смотрите Давайте На нас Сразу Продукт Не будем Отступать Если У вас Есть Тысяча Платин Коинов Которые Стоили Раньше 5 евро Которые Вы Брали И Они И Вы Видите Вот Здесь Вот 5 А Здесь Вот 5 А Вот Здесь Вот 2 Вот Просто Мы Сейчас И Поиграем Такие То То У вас Есть Несколько Вариантов Вы Говорите Так Ну что У меня Есть Тысяча Платин Коинов В Принципе Это Ну что Что Раз Это 2 Доллара В Свободном Рынке Надо Смотреть На Свободный Рынок В Принципе У Меня В Кармане 2000 Долларов Это То Что Я Сейчас Могу Схватить И Потрать Сейчас Могу Взять Все Вывести И Все Потрать Отлично Это Первая Стратегия Значит Да Это Первая Стратегия Вторая Стратегия В том Что Вы Говорите Что Ну Отлично Но У Меня Вот Здесь У Меня 1000 Плс Лежит Под 30 Процентов И Это Тысяча У Меня Ценой В 5 Евро Потому Что Она Лежит Да А 30 Процентов У Меня В Цену 2 Евро И Получается Что У Меня Просто Не 1000 У Меня По 2 Евро А У Меня 300 По 2 Евро Получается 600 600 Евро 600 Евро Значит Вы Очень Важно Здесь Понимать Что Вы От Нуля Только Что Пришли 600 Евро Или Доллар Так Где Ж У Вас Здесь Потеря Если Ваше Тело Здесь Все Еще Лежит И Стоимость 5 Она Зафиксирована Вот Здесь На Правой Стороне А Ваш Процент Который Приходит Да Он Если Вы Его Реализовываете Очень Быстро В Данную Секунду Да Он По 2 Доллара К примеру Ну Или По 3 Или По 4 Сами Определяетесь Вы Можете Есть Несколько Разных Путей Реализации Значит Получается Что У Вас Здесь Совсем Не Тот Расходник Не Та Потеря Которую Вы Думаете Просто Вдумайтесь Если У Вас Есть Допустим Да Хорошо Допустим Пусть Это Будет Тысяча Биткоинов По Маленьким Ценам По 2 Доллара Значит Это Тысяча Биткоинов По 2 Доллара Нету Никакой Фиксированной Цены Нету Где-то Так Что У Вас Тысяча Биткоинов Все Таки По 5 Долларов Есть А Где Какую-то Часть Они Производят Которую Можно Продать По 2 Такого Нет Или Биток Стоит 2 Доллара Или Стоит 5 Долларов Все Большего Не Дано У Нас В Системе По Другому У Нас Сам Коин Он Приносит Дополнительную Прибыль И Вот Эта Прибыль Уже Может Быть По 2 Может По 5 Может По 50 И Тому Подобное Дело В том Что Эти 30 Процентов Идут 10 Лет 10 Лет Вот Для Этой Части Для Тысячи Платин Коинов Вообще Не Играет Никакой Роли Вот Это Сиюминутная Моментальная Какая Это Волатильность На Рынке Потому Эта Тысяча Платин Коинов Предназначена Изначально На то Чтобы Лежать Там 10 Лет Никто Ее Не Собирается Продавать Вот В чем Наша Фишка Что Мы Можем Держать Наш Курс Годами Десятилетиями А Под риском Оказывается Только Сверх Процент Только 30 Процент И то И то Эти 30 Процент Тоже Вам Это Тоже Не Сразу Это Год Вам Набегает Это Значит Что А за Год Эта Площадка У нас Был Игорь Помоги Мне Это Самое Значит Мы Запустились В Октябре Правильно У нас В Ноябре Монет Не Было По Всем Чатам Картинки Ходили Ноябрь Значит Ноябрь Декабрь Январь Февраль Практически Четыре Месяца Ну Пописки Пять Вообще Коинов Наринки Не Бало Вся Комиенти Кричала Как же Будем Жить У нас Коинов Нету Как же Будем Работать А Теперь У нас Там Два Месяца Немножко Про Буксовки Получается Опять же Сейчас Расскажу Что Как И Почему И Все В шоке Как Так Что Это Такое Друзья Это Рынок Это Рынок Который Только Создается Мы С Вами Создаем Новый Рынок Кто Создавал Новый Рынок Знаете Кто Амазон Создавал Свой Собственный Рынок Они Сами Нарисовали Ebay Paypal Создавали Свои Собственные Рынки Apple Создавал Свой Собственный Рынок На Который Потом Пришел Самсон Эти Компании Биткоин Создал Свой Собственный Рынок Почему Мы Решили Что Мы Самые Прекрасные И Расчудесные С Монетой Платин Коин Придем На Рынок На Биткоина И У нас Будут Какие Шансы Этого Не Будет Потому Что Рынок Этот Он Уже В Своей Маленькой Сфере Он Сформирован Мы Не Можем С Нем Можем Всех Переубивать Чтобы Никого Не Было Уже Образованная Сущность Это Рынок Который Уже Есть В Него Нужно Интегрироваться И Мы Интегрируемся В Этот Рынок Но Только На 50% Не Хотим Мы Идти На Все Там Опасно Там Стреляют Там Нас Убить Могут Зачем Мы Туда Пойдем Там Могут Наши Партнеры Все Потерять Ну Или Половину Или Еще Что Зачем Мы Туда Пойдем И Будем Им Открываться И Отдавать Наша Самая Сакральная Чудесная Что Мы Так Долго Строить За Что Мы Так Боремся А Вот Эти 50% Мы 50% Мы Модель Знаете Как Раньше Цепь Десятину Отдавали Да Вот Так Мы Хорошо Примите Нас Вот Вам Вот Вам Пожалуйста Примите Нас Вашу Тусовку И Они Принимают За Этот Дар Но Остальные 50% Это Наша Это Наша Доля Наша Часть Наша С вами Где Который Защищает Нас И Оберегает Понятно Она Еще В Стадии Разработки Но Она Есть Она Есть И Работает Это Не Просто Картинка Это Уже Сформировавшийся Факт Показывает Коинс Бит На Себе Каждый День Это Важно Потому Что Если Бы Не Было Этой Половины То Нас Уже Бы Разбили И Размазали С Теми Развитиями Которые Происходят На Рынке А Мы Сильнее Чем Прежде И Растем Каждый День За Счет Чего Потому Что Эти 50% Для Нас Сейчас 90% Нашей Силы Потому Что Рынок Слаб Он С Событ Не Может Справиться Падает И Падает Мог Никак Не Могут Вырасти Ну Не Проблема Они Вырастут Нужен Еще Год Два Три Пять Небудь Все Нормально Ну Такая Вот У них Характеристика С этим Ничего Не Поделаешь И Бороться С Бесполезно Но Мы Не Должны Давать Наш Наш Дом Наше Святилище На Растерзание Только Потому Что Они С Чем Справиться Не Могут Потому Что Мы Не Только Боремся За Быструю Прибыль Мы Думаем Дальше Не То Что А Вот Когда Биткоин Закончится Когда Последний Биток Добудет Да Нас Это Не Волнует Но Добудут Добудут Будет Биткоин Стоит 50 Тысяч Или 100 Неважно Это Казино Против Которого Невозможно Выиграть Одну Ставку Поставили Выиграли Вторую Выиграли Третью Все Потеряли Почему Скажут Следующая Ставка Вы Что Делаете Увеличиваете Вашу Ставку Это Это Игра В Которую Пользователь Не Может Выиграть Невозможно Я Думаю Что Понятно Что Есть Люди Которые Приноровились Потеряли Кучу Денег Научились Набили Шишек И Где-то Что-то Ну Хотя Бы Отбили Или Еще Что-то Это Это Не Сложно Если Знать Призыв Как Правила О Которых Я Говорю Ну Так Вот Эти 50% Которые У Нас Они Меняют Всю Реальность Они Доделают Для Нас И Вообще Для Всего На самом Деле Это И Шанс На Спасение Для Всего Крипторынка С Помощью Этой Второй Половины Мы Можем Реализовать Все Потому Что То Что Не Удалось Ни Одной Криптовалюте Это Стабильность Рост Соединение Стабильности Рост Дело В том Что Дело В том Что Бизнес Реальный Не Может Строиться На Такой Влатильности Невозможно Именно Поэтому Придумано Все Валюта Подкреплена Золотом Какими-то Ресурсами Нужна Стабильность Человек Не Может Находиться В Зоне Полного Аврала И Полного Риска Всегда Потому Что Бизнес Стоит Времени Чтобы Развить Компанию Нужны Годы Если За Эти Годы Рынок Трясет И Падает И Он Взлетает И Падает Бизнес Не Работает Так Невозможно Выстроить Экономику Это Как Машина Машина У нее Мотор Должен Работать Ровно Все Шестеренки Должны Крутиться Равномерно А Не То Что Одна Там Если Только Так Не Задум Одна Влево Летит Другая Вправо Одно Колесо Наверх Лобовое Вниз Так Невозможно Ездить На Машине Так И Здесь И Мы Это Поняли Мы Пошли В Противовес Всей Системе Создавая Вот Это Место Где Безопасно Теперь Это Место Где Безопасно Это Наша Наша Наш Лестничный Рост Здесь Очень Важно Что И Такого В природе Не существует Это Мы Придумали Такого В природе Нет Потому Что Если Это Было Это Это Же Сказка Это Мечта Это Самое Крутое Представляете Никогда Ничего Не Падает Все Только Растет И Все Стабильно Где Вы Жизни Так Стабильность Видели Невозможно Этого Добиться Опять же Невозможно Стандартными Методами Стандартными Технологиями Если Подходить Как Все Здесь Важно У нас Иметь Одну Подождите Ко секундочку У У У Нас Здесь Но Мы Сделали Абсолютную Абсолютную Расчет Дело В том Что Это Возможно Добиться Если Научиться Грамотно Управлять Рисками Ростом И Развитием Чтобы Чтобы Мы Могли И Чтобы Мы Могли Закрывать На Замок Помните Я Рисовал Такие Замочки Закрывать На Замок Определенная Определенную Позицию Вот Мы Достигли Пятерочки Да И Вот Наша Сейчас Задача Закрыть На Замок Мы Не Закрыли Замок Не Можно Пока Закрыть Мы Пытаемся Закрыть Но Еще Чуть Осталось Да Но Щелчка Еще Не Прозвучало Мы Закроем И Он Зафиксируется И Забетонируется И Будет Уже Все Уже Не Будет Двигаться И Мы Пойдем К Следующему Это Очень Важный Это Очень Важный Показатель Как Мы Его Закрываем Все Просто Мы Обкладываем Эту Модель Продуктами Дебетовые Карты Это Пост Терминалы Это Эксенжи Биржи Это Так Сейчас Еще Расправлю Кружку Нарисую Да Ну Опять Все Наши Продукты И Самое Важное Что У Монеты Чтобы Был Рост У Нее Должна Быть Польза У Нее Должна Быть Польза И Польза Такая Чтоб Она Несла Пользу Общественности Людям Простым Людям Чтобы И Она Должна Создавать Значит Она Должна Создавать Мервер 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 Это Как же Это По-русски Ну Набавленную Стоимость Игорь Помоги Мне Как по-русски Сказать Правильно Извините Друзья Ну Немецкое Во мне Прорывается К сожалению Добавочную Стоимость Не знаю Добавочную Стоимость Наверное Это Правильно По-русски Да Я Немецкий Тоже Не особо Знаю Но Если Ты говоришь О Добавочной Стоимости Ну Возможно Это Самое Правильно Это То Когда Когда Кто-то Создается Это Производство Это Когда Что-то Производится Какой-то Товар Это Он же Производится За копейки Возьмем Тот же Айфон Он Стоит Производство 100 долларов А продается За тысячу Вот Это Он Проходит Несколько Кругов И Получает Надбавленную Стоимость Добавочную Я просто Не силен В русских Названиях Надбавочную Стоимость Значит Значит То Что он Несет В себе Плюсом То Что может Пойти В казну То Что может Пойти На зарплаты Не только Производство А сверху Что может Действительно Послужить Всей Экономике Всей инфраструктуре И Скажем Польза Плюс Давайте Ценность Ценность В деньгах Скажем Так То Что может Пойти Действительно На развитие На Все С чего Может Государство Расти Общество Расти Развитие Происходить Инновации Разработки Какие-то Какие-то Научные Исследования Развитие Должно Идти Это все Заложено Уже В стоимости Продукта И Она должна Присутствовать И вопрос А где В криптовалюте Что Вот здесь Ну хорошо Польза Это Наверное Безопасно Отобрать Никто Не может Однозначно Децентрализованность Тоже Однозначно Что Там Еще Какая Польза Да Можно Быстро Взять И Через Границу Деньги Переправить Но Отлично Да Хорошо Через Границу Больше Десяти Тысяч Нельзя Провозить А в Биткоинах Или Миллион Можно Пройти Никто Не Заметит Но Хорошо Тоже Нормально Налоги Можно Там В Европе Оптимизировать Если Год Держишь Как Золото Налоги Не Платишь Тоже Хорошо И Но В принципе Все Свелось Криптовалюте Только К Туда Обрат Чисто Товарные Как Денежные отношения Быстрая покупка Быстрая продажа Скальпинг Снятие Минимальной Моржи Минимальной Прибыли Но Все равно И обратно Крутить Прокручиваем Прокручиваем Зарабатываем Наоборот Арбитраж И тому подобное Вот И вся Польза Ну А что Получается Спекулятивный Инструмент А как Спекулянтов У нас Относится Во всем мире Негативно Поэтому Здесь И Не срабатывает Эта вещь Ценность Хорошо Ценность Как только Как только Ценность Вроде бы Нарастает Вот она Доросла До 16 Тысяч Долларов У биткоин Обалденная Ценность Ну Действительно Люди Могут Вдохнуть Да Все Вроде бы Мне кажется Прямо Заработать Можно Классно Было Там 2000 Стало 16 Ну Это же Круто Круто Что делает Криптовалюта Однозначно Всегда Падает Сразу Рушится Получается Что Люди А люди Как Они же Они же Как Они же Не могут Продать Это же Их Ценность Это же Завтра В газетах Пишут Завтра Вырастет 50 Будет Надо Подождать 50 Будет Тысяч Вот И В результате Они Ждут Проходит Круг Опять Же Там Все Обнуляется Прекрасно И Вылетает Все В трубу И Люди Смотрят Думают Как Я Зашел И Когда Было Три Я Думаю Ну Прикольно Да Нормально А Товарищи У меня Знакомые И дома Позакладывали Машинку Продавали Вот У них Был Интересный Разговор С женами И С родственниками Которые Все Ему Говорили Да Все Говорили Не Стоит Тебе Связываться Не Связываться Дело Нужно Понимать Рынок Нужно Уметь Работать В Этом Рынке И Мы Мы С Платиной А мы Понимаем Рынок И мы Знаем Куда Мы Идем Да Да Непросто Да Сложно Но Вы Видите Что У нас Получается Шаг За Шагом Идем Все Ближе 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 К нашей Цели Теперь Что Что У нас Происходит Давайте По порядку Что Почему Вообще Почему 2 Что За Что За Цифра Такая Почему От 2 До 5 И Почему На Коинз И Почему По 5 4 8 Недель Почему Такие Сроки Откуда Что За Непорядок Все Просто Все Заключается В Стратегии Все Заключается В Стратегии Поясняю Значит С Октября С Октября Так С Октября По Февраль А Блин Я С Английским Пишу Так Стоп 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 Вот Что Значит Уже Все Так Так По Февраль У Нас На Рынке От Нуля До Тысячи PLC И Раскупают Да И У нас Раскупаемость Где-то 1-2 Недели 2 Недели И Все В Ноль Да Все В Ноль Регулярно Каждая Неделя Две Все Пусто Ничего Нет На Рынке Паника Страшнейшая Как Жить Быть Вспомните Все Лидеры Звонят Алекса Как же Быть А как Откуда Люди Будут Коины Тобрать Нет Жена Рынке Ничего Хорошо Сейчас Будем Решать Надо Надо Чтобы Было Хотя Было Тысяч На Сто На 200 Нужно Чтобы Коинов Лежало А как Люди Как Будут Ферму Заполнять Ну Хорошо Говорит Алекс Сделаем Сейчас Мы Придумаем И Что Мы Сделали Мы Сказали У На Наша Опять Ж Преувеличиваю Сейчас Придумаю Все Понятно Мы Идем По Нашему По После Прошлого Дубая Этот План Был Полностью Разработан И Мы Идем Шаг За Шагом Да Где-то Сдвигаемся Да Где-то Опаздываем С боксами С боксами Там Нас Подставили Почти На Полгода Больше То Кабель Не Положит То Брак Засунут То Просто Не Обслужат Заказ Ну Хорошо У вас Уникальная Технология Ничего Не Можем Сделать Или Ищите Другого Поставщика А его Нет Его Просто Нет Потому Что Из Другого Производителя Потому Что Из Тех Фабрик Которые Могут Это Произвести У Всех Ожидание Больше Года Мы Просто Единственная Фабрика С Который Мы Договорились Которая Действительно Может Имеет Специально Оборудование Чтобы Произвести Этот Товар Все Договорились Все Нормально Но Вот У Косяк Что Они Хоть Хоть Европейская Компания Не Выдерживают Сроки Как Должно В чем То Мы Виноваты В Споре Но И Они Накосячили Дай Боже И Так Что Что Делаем Мы Все Классно Мы У Нас Рост Просто Зашкаливает Мы Пишем По 7 По 10 Миллионов Оборот В Месяц Вообще Все Классно Я Еду У Меня Рот Шоу Мы Проезжаем Практически Весь Мир Все Мы Запланировали Рот Шоу Начинаем С Азии 30 Ивентов И И Все Значит Что Мы Делаем Мы Планируем 30 Ивентов На Тысячу Плюс Человек Это У нас И Монголия И Казахстан И Россия Да Мы Тут Собираемся Там Олимпийский Собираем Потянем Не Потянем И Этот Самый Европа И Колумбия И Мексика И Что там У нас Еще Корея Вьетнам Малайзия Полностью Весь Расклад И Конечно Женав Наш Шикарный Ивент В Дубае Дубае Все Вот у нас Два Таких Супер Драйвера Которые Вот Сейчас Вот Они Просто Вот Они Начнут На кнопку Нажимаем И Просто Начинается Ну Во всем Мире Начинается Просто Истерика В положительном Смысле Все Любят Платин Коин Мы Растем Все Все Великолепно Отлично Но На рынке Жекой Что делать Что делать Двигаемся По плану Значит Следующая Вещь Это Автоматические Пэйауты И Мы Выплачиваем Чтоб Вы понимали 5 Миллионов Монет К тем Пяти Которые Уже Были Да Плюс 5 Итого У нас 10 Миллионов Монет 10 На рынке Игорь Потом Покажешь Circulation Supply Чтобы Все Понимали Что Реально Да Там Плс Именно Circulation Дотком Чтобы Люди Понимали Сколько Реально Монет На рынке Все Теперь Все Круто Мы Начинаем Все Мы Выдали 10 Миллионов Люди Заряжены Это Первое Это Первое И Вторая Наша Вещь Которую Мы Сделали Я Не Жалею Ни О чем Об этом Мы Сделали И Сделали Но И Вторая Наша Вещь Это Пакеты 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 За Плс А еще И места За Плс Предложили Да Плюс Плс Что тут Началось Вот Просто Что Тут Началось У Нас Оборот Достигал 20 Миллионов В Месяц За Счет Еще Плс И Все Такого Но Все Мы И Это Нормально Это Была Часть Стратегии И Все Нормально Потому Что Вот Это Вот Вот Это Вот Часть Вот Наши Ивенты Должны Были Все Поглотить Все Поглотить Все Все Расфасовалось Рынок Все Принял Потому Что Вот Здесь У нас Всегда Был Ноль Наша Статистика Давала Нам Право Подтверждала И Все Стратегия Вот Как Часы Швейцарские Я Приезжаю Все Пусто Уезжаю Все Пусто Вот Просто Можно Сверять Часы Что Происходит В Мире В Мире Просто Берут И Вот Эта Вот Часть Нам Зачеркиваю 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 Передвигают Просто Передвигают И Мы Как Комьюнити Как Компания Как Продукт Остаемся Вот С Этим Вот Всем С Этой Прелестью Вот С Этой Готов Готов С Миром Поделиться У Нас Автоматические Выплаты Мы По Миллиону Евро Это По 200 Тысяч Платин Койнов В День Выплачивали В День Миллион Евро Вот Игорь Здесь Игорь Расскажи Не успевали Пополнять Это Все Понимаете Это Просто Да Но Не успевала Не успевала В Автоматическую Машину Зарядиться Все Верно Копилка Которая Работает На Паяут По 80 Тысяч Платин Коинов Каждые Два Часа Это Было Да И Мы Сейчас Как Компания Как Как Продукт Который Идет Строго По Стратегии Сдержали Все Наши Обязательства Нигде Не Здесь Мы Не Остановили Автовы Мы Ничего Четыре Месяца Четыре Месяца Мы Дали Людям Все Воплотить Оно И Запланировано Было На Четыре Пять Месяцев Немножко Мы Сократили Потому Что Бонус Вели Теперь Что Происходит Мы Как Компания Мы Как Продукт Отдали Вот Эту Массу Монет На Рынок Просто Сами Захлестнуло Рынок Монет Но У нас Была Очень Сильная Стратегия Наша Ферма Наша Ферма Это Просто Машина Помните Я Просчитывал Да Мы Не Вышли На Те Числа Которые Рассчитывал Просто Потому Что Но Наша Комьюнити Медленная Вот Она Настолько Медленная Как Наверное Только Может Быть Медленная Комьюнити Но Она И Растет И Я Покажу В чем Дело И Получается Что У нас На Рынке 10 Миллионов Монет 10 Миллионов Монет Это 50 Миллионов Евро 50 И Весь Наш План По Реализации Монет Точнее По Адаптации Монет На Рынок Чтобы Рынок Поглощать Спросом 30 Ивентов Ничего Себя Таких Как Дубай Один Ивент Дубай В Прошлые Два Года Назад Просто Взорвал Полмира В положительном Смысле А мы 30 Таких Запланировали По Сильнейшим Локациям И Аккуратненько Передвигаются И Мы Такие Опачки Мы Такие Веселые Вот Это Да Вот Это Сюрприз И Что Мы Это Все Аккуратно Принимаем И На Самом Деле Это Был Сильнейший Тест Это Был Сильнейший Тест На Прочность Я Уверен Ни Одна Бы Компания Не Выдержала Никто Никто На Рынке Не Выдержал Сейчас Выпустилась Не Знаю Миллион Биткоинов На Рынок Упала Цена Сразу Не Знаю Десять Раз Сразу Вопрос Другом Что С Нами А Мы Нет Мы Нет У Нас Из Этих Десяти Миллионов Монет На Рынке 9 900 9 Миллионов Лишним Ферма У нас Полностью Все Монеты Распелены По Ферме Люди Никуда Никуда Не Торопятся Потому что Они Понимают Что Это Расчет На Десять Лет Мы Строим Будущий Рынок Для Себя Для Себя Ж Для Родненьких Делаем Мы Должны Его Беречь И Лелеять Он Будет Нас Кормить Одевать Обувать Следующие Десять Лет Будет Заботиться О наших Семьях О наших Желаниях Вот Для Чего Мы Строим Себя Мы Себе Строим Просто Волшебную Шкатулку Которая Будет Из Которой Знаете Как Трое Из Ларца Одинаковых С лица Вот Он Тридцать Процентов Одинаковый Каждый Год И Что Бо Вы Не Делали Они Одинаковые Каждый Год Вы Только Можете Их Увеличивать И Нужно Грамотно К Экономике Подходить Теперь Смотрите Что Что Делать Вот Вот С Этим Красивым Оранжевым Кружком Где 10 Миллионов Монет Потому Что Они Производят Они Плюс Мы Сейчас Мы Не Остановили П Ни В Платине Ничего Там Тоже Выходит Достаточно Круглая Сумма Каждый Час И Тому Подобное И Нам Этого Не Страшно Мы Не Боимся Этого Теперь Давайте Мы С Вами Что Что Сейчас Будет Происходить Дело В том Что Что Такое 2 Евро 2 Доллара 2 Доллара Это Шанс Это Шанс На 50 Процентов Дешевле Заполнить Ферму Кто То Скажет Что Это Плохо Я Говорю Это Хорошо Это Наверное Один Помните Сколько Вы Хотели Вот Вы По 10 Центов Еще Платину Рвать Там По Доллару По 2 До 5 Вам Сейчас Этот Шанс Дается Почему Потому Что Дело В том Что У Нас Выстраивается И Вы Об Этому Все Знаете У Нас Вы Площадка Для Финансирования Проектов Да Европе ЛС И Она Я Долго К этому Шел Очень Долго К этому Шел Что Она Делает У Нас Сейчас На Рынке Сейчас Я Скажу У Нас Сейчас На Рынке Игорь Сходи На Бирже Посчитай Сколько Монентов По Всем По Всем Этим Сам По Всем Парам Что Было Точно Я Мне Кажется 1015 20 Так 15 20 Значит У Нас Что Назнач У Нас Происходит Следующая Следующая Вещь К Нам Приходят Проекты К Нам Приходят Проекты К К К К К К Нужны Деньги Эти Деньги От 100 Тысяч Там До Одного Миллиона Мы Говорим Так Не Проблема У Нас Все Для Этого Есть У Нас Есть Классная Технология И Мы Это Можем Сделать И Все Горят Эти Только Друзья Вам Которые Которые Зарезервируют Хорошо 100 100 Тысяч Один Проект Один Чтобы Чтобы Проект Получил 100 Тысяч Евро Финансирование А вы Знаете Что Это Вообще Ничего И У нас Заморозит 100 Тысяч Платинкоинов Давайте Посмотрим Сколько Платинкоинов Вообще На рынке Есть И Окей Их Заморозить Это Значит Их Нужно Где-то Купить А Где Их Будут Покупать Соответственно На площадках На Которые Они Продаются И Сейчас Игорь Если Посмотрит Он Точно Сумму Скажет И Этот Этот Проект Он Запускается Третий Квартал Это Все Запускается Пока Нашел 14 Тысяч Но Это Уже Практически То Что Есть Из Максимальных Объемов То Есть 14 Тысяч Плц 14 Тысяч Плц Какой Игорь Молодец Игорь Молодец Так И теперь Давайте Сделаем 15 Чтобы Больше Было 15 Тысяч Монет На Сем Рынке Друзья Один Проект Должен Забрать 100 Тысяч Монет Один Проект Должен Забрать 100 Тысяч Монет А у нас Этих Проектов Мы Скоро Вам Представим У нас Этих Проектов Собирается Кому Нес Это Это Только Начало А Сколько Проектов Не Получилось На Кикстартере А Сколько На Краудфандинг Куча Куча Площадок Где Действительно Готовы Видеоролики Готовы Команды Готовые Прототипы Все Готовы Денег Не Дали И Самое Главное У них Готовы Комьюнити Они Уже По Ним Раз Прошлись И Проработали Но Не Собрали Они Денег Не Собрали Пользователи Ничего Не Потеряли Но В результате Они Ничего Не Получили Не Заработали Что Это Значит Это Мощнейший Пылесос Это Просто Мощнейший Пылесос Койнах И Оно Замораживается Замораживается На Полгода На Год И Следующий Проект Приходит И Следующий Проект И Следующий Проект Хорошо Пусть У нас Будет Даже Десять Или Сто Проектов Которые По Сто Ты Собирают Сколько Это Платон Коем Которых Нет На рынке Поэтому Друзья У Нас Еще Примерно Где То Два Три Месяца Это Вот Есть Шансы Забрать Подешевки Все Что Есть Забить Ферму И И Жить Прибивающе Потому Что Когда Запускается Эта Площадка У У Нас Технология Готова У Полностью Все Есть Мы Сейчас Просто Одно Прикручиваем К Другому Чтобы Чтобы Мы Просто Сейчас Ведем Сборку И Она Быстро Пройдет Это Не То Что Мы Берем И С Нуля Что Пишем Нет Мы Просто Сейчас Уже Все Собираем И Через Два Три Месяца Ничего Не Будет У Нас Такие Серьезные Такие Картинки Сегодня Вот Поэтому Пока Другие Смотрят Негативно Как-то Я Смотрю На Это Очень Положительно Даже Не Вмешиваюсь В Я Уверен Что Сейчас Я Проведу Эти Вебинары Сегодня Завтра Послезавтра Коинов На Рынке Не Будет Вот Что Там Не Подсказывает Вот Сегодня Я Проведу Эти Вебинары Люди Которые Эти Поняли Особенно Топ Лидеры Они Просто Это Все Сейчас Ну Сколько Ну 15 Тысяч Это У Нас Только Тысяча Бриллиантов Да Ну Хорошо Пусть Это Сколько У нас Час 100 200 300 Человек Ну Хорошо Пусть Пусть Даже По Сту Коинов Они Купят Вот Он Уже 30 Тысяч Коинов Ушло Понимаете Все А Второго Шанса Подводить Не Будет Ну Смотрите Сами Конечно Вот Вопрос Вопрос Следующим Хорошо Ладно А Потом Вы Не Забывайте Наши Еще Продукты Да Ну Хорошо У Нас Есть Наша Площадка Ну У Нас Есть Наша Площадка Которая Будет Синансировать Она Если Ее Никто Ее Никто Не Может Сделать Такой Как Мы У Нех Просто Технологии Это Нет Даже Если Не Захотят Деньги В руки Возьмут Да Хоть Ты Сам Павел Дуров Ты Не Сможешь Это Сделать За 3 Быстрее Чем За 3 Год Только Описывать Буду Как Эту Площадку Плюс Существующих Пользователей На Которые У нас Еще Придут Такие Проекты Как Посы Как Карты Как Эксченджи И тому Подобное Что Еще Увеличили Плюс Не Забывайте Что У Нас Буквально Недавно Там Было Около 13 Что Ли Тысяч Ферм В Которых Лежало Около 3 С Половиной Миллионов Плс Сейчас У Сейчас У нас 40 Тысяч Плюс Я Не Помню Где Там Точно Число Не Могу Сказать 40 Тысяч Плюс В Которых Лежат Практически 9 9 С Половиной Миллионов Плс Ну Да Практически Там В Три Да Видите Умножилось Плюс Минус В Три Раза Тут В Три Там Примерно Вот И А У Нас А У Нас Людей Которые Могут Получить Фермы Они Заполняются Потихонечку 300 Тысяч 300 Тысяч И Каждый День Регистрируются Новые Которые Устанавливают Заходят И мы Новый Вид Вебинаров Будем Вводить Очень Крутой И Это Все Идет Идет На На Повышение Поэтому Я хочу Чтобы Вы Поняли Мы Работаем На Следующую Десятилетку Мы Работаем На Ежедневные Какой-то На Сиюминутную Прибыль Я Понимаю Что Есть Такая Фраза Кушать Хочется Сейчас Но Опять же Мы Исходим Из Того Что Вы Не Последние Деньги Закинули В Этот Проект И Исходим Из Того Что Вы Видите Будущее За Платин Коин В Ближайший Год Два Три Мы Я Лично Делаю Все Чтобы Платина В Этом Году Просто Взлетела Мы Все Для Этого Подготовили Борьба Была Просто Не На Жизнь А Насмерть Последние Три Года Просто Если Посмотреть Против Чего Мы Выстояли Против Регуляторов Которые Приходили Нам Отрубать Голову Против Всего Против Негатива Которые Там Писали Просто Так Потому Что Никому За Это Ничего Не Будет Нет Такого Все Разрешено В Интернете Они Не Понимают Какие Уроны Наносят Компаниям Когда Начинают Писать Рынок Который Падал Два Раза Кризис Пока Мы Растем Помимо Того Что Компании Все Позакрывались Это Тоже Которые До Нас Стартовали С Нами После Нас Они Тоже Недоверие Всему Онлайн Приносят Люди Что Бо Ты Не Показал Сразу Пирамиды У Тебя У Человека Даже Не Возникает Другого Что Может Что Нормальное Если Это 30% В Час Это Нормально А 30% В Год Это 100% Это Такое Интересное Мышление Или Просто Ну Да Нормально Денег Слубить Или Еще Что А Мы Строим Корпорацию Мы Строим Проект Уровня Фейсбука Apple Я Не Могу Себе Позволить Того Что Мы Где-то Упадем Или Что С Чем-то Не Справимся Или Еще Что Это Просто Невозможно Это Недопустимо С Мои Стан Не Потому Что Там Алекс Один Тут Все На Своих Плечах Держит Нет Выстроили Нормальный Концент Здоровую Сильную Организацию Которая Ну В худшем Случае И без Алекса Может Работать Это Нет Но Не Так Будет Вам Весело Поэтому Мы Все Сделаем Я Свою Задачу Все Закрою Вы Видите Мы Били За Карты Карты Есть Мы Били За Боксы Боксы Есть Били За Бирж За Коин Маркет Кап За Блокчейн За Курсы За Стабильность За Кошельки В Эпл Стори И Ферму Сколько Нам Мы Все Добились Мы Идем Просто Знаете Как Мне Это Напоминает Кадры Второй Мировой Войны Когда Идешь К своей Цели Просто За Каждый Метр Земли Бьешься Чтобы Тем Слаще Будет Победа И Мы Сделаем Это У Нас Все Для Этого Есть У Нас Остался Последний Ключик Вот Наша Площадочка Которая Которая Просто Сейчас У Вызывает Только Одну Эмоцию Вау Этого Не Может Быть Как Такое Возможно Мы Готовы Мы Сделаем Что Надо Делать Мы Готовы Что Надо Делать Вот И Все Да Вы Сами Начинаете Думать Мне Кажется Пространства В голове Не Хватает Потому Что Настолько Расширяется Мозг Когда Понимаешь Какие Возможности Эта Площадка Вообще Открывает Понятно Что Это Тоже Не Скатерь Самобранка Там Тоже Нужно Будет Работать Там Нужно Будет Создавать Комьюнити Подбирать Хорошие Проекты Чтобы Они Были Не Скам Не Хайп Не Пирамиды Чтобы Репутацию Площадку Площадки Не Чтобы Проекты Стартовали Чтобы Люди Свои Гудисы Получали Подарки Части Доли Компании Это Тоже Кропотливая Работа Но Это Для Нашего Платин Коин Это Просто Коломдайк Это Высшая Мера Высшая Степень Возможностей И самое Главное Польза И ценности Потому что Польза Понимаете В каком Проекте Вы можете Получить Долю От Компании В Нее Не Инвестируя Ну Покажите Мне Такого Не Существует А Мы Можем Это Предложить В Какой Проект Вы Можете Инвестировать И Не Рискуя Ничем Такого Не Бывает А Мы Можем Это Предложить А Какой Проект Может Получить Деньги Какие Он Захочет А Не Какие Ему Как Подачку Кинут Инвесторы Крупные Фонды Или Еще Что Знаете Я Прошел Это Все Круги Ада Там Практически На коленях Надо Стоять Умолять Чтобы Тебе 100 Тысяч Дали Понятно Что Создатели Проектов Гордые Люди Они Не Могут И Они Поэтому Не Проходят Или Просто Стоит Сумасшедший Изобретатель Который Просто Гениальную Вещ Придумал Но Не Запаковал Он Изобрел Машину Времени Перепакуйте Так Как Нужно Но Нет Он Должен По Самому Денег Не Дадим И Вот Такое Каждый Везде И Самое Главное Мы Меняем Экономику Мы Действительно Можем Поменять Мир Финансирования Инноваций Благотворительности Бизнес Ангелов Венчика Капитал Венчурного Капитала Они Когда Увидят Эту Модель У них Глаза Выпадут Вот В прямом Смысле И Знаете Кто Вот Когда Вот Эти Монстры Придут Знаете Кто Больше Всего Будет Получать Удовольствие От Того Что Они Пришли Те Кто Сейчас С нами Те Кто Сейчас В Следующие Три Месяца Активно Трудится И Выстраивает Для Себя Базу Мы Сейчас Руем И Знаете Что Самое Важное В строительстве Дома Любого Это Фундамент Плохой Фундамент Все Упало И Сейчас Мы Это Делаем И Вы Точно Так Же Строите Свой Фундамент Свою Финансовую Независимость Своё Будущее Как Потому Что Ваша Задача Сейчас Забиться Платин Коинами Просто Чтобы Из Чердака Выглядывали Платин Коин Спать Негде А Платин Коин У вас Везде Лежит Утре Это Самая Важная Задача И Понятно Кто Тому Сказать Да Олекс Не Первый Раз Что То Говорит Понятно Это Части Плана И План Он Приводится В Действие Со Времени Да Москва Не Сразу Строилась Нарисовали На Бумажке Москву Быстро Но Сколько Построили Или Без Разницы Простой Вот Высотка Камень Что Там Пять лет Строить Но Сколько Уже Высоток Этих Построили Даже Дома А Почему Не Строят За Месяц Даже За Год Не Строят А Если Забот Строят Потом Высокие Высокие Щели С Руку В Стенах Нужно Специальные Технологии И Нельзя Нарушать И Точно Так же Я Просто Смотрю Почему Я Руч Не Расстраиваюсь Ни о чем Ну Да Кризис Ну Там Третья Десятая Я Смотрю Как Развивался Ибэй Как Развивался Амазон Которым Десять лет Он был В убытке Или Ватсап Когда Изобретатель Плакал Уже Рыдал Что Вот Я Уже Стоял На Сантиметре От Закрытия Проекта И Теперь Где Они И Мы Ничем Не 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 Хуже Не Лучше И Наша История Стара Как Мир Мы Точно Так Ж Сейчас Боремся Со Всеми Силами В этом Мире За Место Под Солнцем И Мы Его Себе Получим И Оно Теплое Прекрасное И Там Всегда Хорошо Поэтому Вот К чему Я Иду И Веду Всех Вас Вы Идете Со Мной И Вы Должны Знать Что Я Вас Не Подведу Поэтому Друзья Мы Сейчас Строим Новый Рынок Мы Открываем Мы Пишем С вами Историю И Будущее Да Мало Ли Кто Что Делает И Кто Что Думает Главное Что Думаем Мы Что Думает Наша Комьюнити Если Мы Сплоченные Сильные Да Никому Нас Не Одолеть Да Что Бо Они Не Говорили И Делали И Я Вижу Нашу Сплоченность В том Что Девять Найдите Биржу Где 9 Миллионов Монет Лежит Посчитайте Сами И Если Нет Значит Люди В нас Верят Значит Люди Готовят Свою Базу А Вы Готовите Свою Базу Вот Эти Люди У которых Девять С половиной Миллионов Монет Они Готовят Свою Базу Готовишь Сейчас Придет Площадка И Кто Откуда Платин Коин Потечет Кто Будет Продавать Монеты Когда Другие Будут Лихорадочно Их Искать И Покупать У кого Они Есть В Этом Вся Вся Суть И Я Скажу Что Эта Площадка Только Одна Из Трех Чтобы Вы Понимали Что Алекс Далеко Не Собирается Ставить Вот Это Только Одна Из Трех Это Мега Машина Бомбище Которая Просто Разорвет Этот Рынок В Положительном Есть Две Прекрасные Сильные Площадки Которые Все Друзья Я Сегодня Видите Немножко В ударе Большое Вам Спасибо Полтора Часа Прошли Как Одна Минута Мне Кажется Что Через Десять Минут У меня Уже Неснется Немецкий Вебинар Я Вам Хочу Сказать На Заключительное Слово На Сегодня Смотрите Просто В Будущее Вместе С Сиюминутной Суете Там Паники Или Еще Что Так Вот Там Где Что Как Кто Сказал Кто Подумал Здесь Низко Не Продается Еще Что Это Всегда Нужно Всегда Смотреть На Полную Картину На То К Чему Мы Идем Да Бывают Нет Сейчас Десять Центов Стоит Но Она Будет Сюда Десять Центов Стоит Я Думаю Что Нет Она До Этого Стоила Не Стоила Десять Центов Никогда Тоже Нет И Всякое Случается И Наша Задача Просто Да Нам Сейчас Спутали Карты С Наши Стратегии Отменили Ну И Поняли Что Нас Вообще Практически Не Убить Даже Такой Кризис Ничего Нам Не Может Сделать Понимаете И Это Очень Важно Для Самооценки Для Мы Тоже Боимся Мы Тоже Думаю Что Если А Что Если А Потом Смотришь А Ничего Если Ничего Не Наступает Все Хорошо И Все И Это Все Отпадает Это Все Шелуха И Ты Идешь Дальше К своей Цели Знаете Не Смотришь Ни Влево Ни Вправо Идешь Только Вперед Вот И Вся Вот Вот И Вес Рецепт Все Друзья Большое Вам Спасибо Мне Очень Сегодня Понравилось Я Не знаю Меня Просто Сегодня Просто Я Хотел Поделиться С вами Своими Мыслями Я Надеюсь Что Они Вам Тоже Понравились Это То К Чему Мы Настраивайтесь 2-3 Месяца И Понаблюдайте За Биржей Я Мне Интересно Как Она Реагирует Я Думаю Что После Немецкой Вот У вас Преимущество В самом деле После Немецкой Биржи После Немецкого Вебинара Через 10 минут Наши Немецкие Побегут На Биржу Все Скупать Когда Я Повторюсь На Немецком И Начнется Истерика У Все Друзья Большое Спасибо Всем Друзья